так друзья поехали у нас сегодня будет мало потому что рассылку получили не все а многим пока не напомнишь они сюда не зайдут ладно потом глядишь записи еще увидят поехали значит придерживайся того же мнения что выращивать надо самим мне приходилось работать на очень сложном производстве очень сложно невероятно прошу прощения я никогда не выключаю телефон мало ли алло железо на проводе здравствуйте значит вы только пусть не думать что я вас подговорил позвонить значит вы заказали 10 шелковица так ровно 10 срезал дальше я боюсь резать чуть не угробил шелковица вас ждут и и пока все потому что минуту назад начался вебинар мой почему вы не на вебинаре здрасте опять ехать так ладно если день для вас роли не играет лишний день напишите мне это же с на ватсап или на электронный адрес я забуду себе секунду все дальше нельзя говорить вот хотя вы даете новое направление мыслям спасибо вот скажите вот я его не спросил вроде бы не по теме да вот такой черт вот сейчас человек сказал черенок о сибирке окутурили вот такой черт он это сказал что он будет с ним делать ему придется я привать но вырастут яблочки размером с этот ноготь на большом пальце а ну тогда получается мы вырастили еще одного селекционера первый раз в этом году один был случай один человек заказал один черенок шелковица видимо хочет прорастить а этому 10 подавай я уже с утра ездил специально ради него резал связал девчонку ну в общем вы поняли да в принципе его звонок не то что в тему но он тоже интересен полезен этот звонок согласитесь значит вырастили мы еще одного селекционера когда у меня заказывают черенки дикой усулийской груши когда он привьет получит вот такие грушки несъедобные зачем земной материал вот так и тут ну что идем дальше ты молишь это в тему звонок оказался хотя клюнуть богом я его не подгони под это не подговаривал и так самое легкое на свете мне инженеру который работал самым крупным это отделение гидрометаллургической всей планеты никелево на никелевом заводе вот то что после этого я начал выращивать саженцы но это не сложнее в школе табуретки делали в 10 классе на уроках труда табуретки вот это чуть-чуть легче и всего лишь сделать вот такой срез вот все ябленько выкопал вот эту я в лесу почему я показываю вот он питомник все как положено горстки прививки накрыты бутылками все будет как по ась для себя а для себя тут уже корней в три раза больше чем горстки вот раз значит саженца двухлетняя всего лишь а прививка была в двухлетних по двое и мы имеем уже взрослый саженец я еще раз говорю ребята прививайте сами я не говорю что я испорчу куплю продажу Сергея Железова все равно из 100 человек кто меня выслушает настоящий садовод станет 1-2 а остальные 98 все равно Сергея они или не дай бог а вот все такое не дай бог мы с вами сейчас посмотрим ниже друзья дальше идет следующее все такое 2 на 2 метра метр на метр вначале я сажаюсь с такой густотой это и селекция отбор лучших из лучших это возможность срезать селеков достаточно пока они маленькие молоденькие начнут мешать друг друга тогда уже топор то есть сразу разместив 5 на 5 6 на 6 а я читала что яблони надо садить 12 на 12 я сразу вспоминаю что когда-то были такие огромные яблони ну естественно селецом по двое не вот эти вот эти уродики карлики а нормально селецом по двое многие из них таких как Антонов давали по полтонны урожая вот там действительно кроны смыкались посадить через 6-8-10 метров это было но это конечный результат и у меня такое есть сейчас 6-8 метров абрикосы воды выпахли а сразу это было не так мне же места не хватает и я садил густот что такое густот? когда у меня густота была такая я буду здесь продавать про меня слава просто приезжает продайте саженец а мыслях не было ну походил саженцы вот сейчас перерастут что делать? ну выкапываю вот один из примеров это себе вот эта жигулевская пересаживается на постоянное место сильнейший обрезок есть вот этот саженец даже с огромным комом земли который надрывается поднимается с огромным комом если вот так не обрезать оставляя буквально по 3 почки на скелетных ветках на всю свою жизнь это инвалид этого никто никогда не заметил мое появление уже на просторах интернета а до этого на просторах литературы меня много печатали вот был пик популярности и сейчас сейчас интернет это такая помойка я там утонул среди других мне нету меня там не замечаем никто не видит редко-редко ой случайно слово случайно у меня уже черпом по этому месту слово случайно а раньше это было не так печатали много и те где там 100 тысяч экземпляров и 200 тысяч миллион кстати он и печатают пол стороны читают а что они читают а надо перед пересадки обрезать не пересадки любой коллег вот я не болтаю смотрите это принцип нашей работы а потом приходит время и уже действительно это же надо было чтобы заработать всероссийскую популярность и авторитет мне а потом Сергей вырезал это надо было вот этот прием придумать это основа основ причем обрезать чтобы сбалансировать остатки корней даже здесь корни нарушены а уж тем более тем более если они еще больше нарушаются сбалансировать а еще лучше чтобы отрезать больше чем могут выкормить корни а это основа садоводства уже ну назовем его полупромышленным назовем его таким уже коммерческим иначе будет как в этом самом как в том анекдоте который кончается словами а то будет как всегда вот горький момент я показывал несколько лет назад меня даже отругали вот Сергей выкопал все это и сжег а это манджурские абрикосы те самые которые должны были украсить все научные сады России все не украсили ни один до сих пор наука не просит ни косточку ни семечку ни черелька ни саженца вот вот переросли что дальше куда их место занимают посмотрите сколько они места занимают в костер в жердели с Украины в них внедрены уже гены манджурса вот этих вот ни один ни одна веточка за три года не подмерзла то есть они уже себе веки в костер не нужны что они в костер в костер в костер в костер